всем good money наконец у меня появилось время сесть и ну поговорить тот раз я получила очень много комплименты также много критики я ни в коем случае не обижаюсь для меня это наоборот мотивация стать лучше какие-то моменты да и спасибо вам большое за такой хороший старт и я обещаю что влоги будут выходить каждые две недели балет закончился мне очень понравилось любительное озеро если будет возможность обязательно сходите я рада что он закончился потому что я прошли какое-то классное место называется смолтон очень красиво тут все так все очень действительно вкусно сырный суп но 4 из 5 это его паста очень вкусно я прям рекомендую поехали на обзор мама я жульяна мама решила вторая мама придумала ты смотрела до слова пацана вот и она решила снять рилс по этой тематике почему ведь и на инстаграме еще будем снимать обзор дочка с мамой и да то есть до 48 50 и вот дарине размер размер очень креативен так можем а на улице сегодня минус 40 и такой туман и на обзоры тут моя томашка всем привет томашка красавица да да жена депутата визуализирует мы с ней обзор дубут иногда инстаграме смотрите наши обзоры так выглядит обратная сторона бизнеса борота товар здесь очень несколько миллионов маша хамгар и я помогаю я вообще не понимаю а подарок кстати нас пригласили на день рождения лейлы троллилой посмотрите какой уровень пригласительных внутри на карачу по чутики и здесь идет qr-код посмотрите вот она сама женщина огонь будет приглашенный артист поэтому вместо сахар мы идем на день рождения мы пришли на съемочки это сердце и счет чего один рубаса такой вот домик забронировали я видела кстати риос типа мафия что зато хородель может такой сделать все красавицы собрались это у нас не снова якутия и мышкин блогеры жестко там но вот барниеве 9 ир барта хуй это скольпо делам эти алиса тише сейчас буду очищать дом чтобы каменька и я еще нет еще и всякие травы это получается можжевельник переста и иконский хвост и буду приходиться с этим каменьком движение солнца и тут очень много всяких этом кстати моя сестра делает называется ктн бокс вот тут чарончик что еще получается колокольчик и много всего для очищения вот их instagram тут все написано то начинается наша тусовка лейла бёздой пати не с нас отвозит и я сама накрасилась хотя и укладку мне сделали на браш вы его бить стакане на джеттумнен айма нам смотрите наш подарочек лейли это дневничок не дневничок а ежедневник гуччи очень классный я себе тоже захотела очень качественная и киспет байереда набора я тоже хочу такой я же сегодня кстати ла салтанда саба ламде ла салтанда саба и жесткая мне не нравится запах не нравится не знаю у меня такой этот масло шибарита слишком восточные ароматы ла салтанда саба ла салтанда саба ла нас встречают киспет керинги тиль дяки мерам гейдяйся каркет тара айманан айманан келли витая вот такая зона тут карта тара будешь еще и мое сегодняшнее ауфи даже такое вот я парня платье с вне слов в прошение от волкман туфли не знаю и какая сумочка тоже от левстоп и и и и Сегодняшняя звезда вечера это моя Маша, жесткий, красивый, красотка, мне очень нравится ее платье. Также Ленушка, красавица, наша Чукутик. И вон сама королева сидит. Доброе утро. Такой вот завтрак. Непонятно что. И вчера был прикольный день рождения. В квартале труда она прошла. Приехал Никита Малинин. Но как я поняла он из фабрики звезд. Вот выступал Джита, Пансаж выступал. И кто-то еще там. И потом всеми девочкам поехали в Хиллз. Потом Маша и Лахскюн уехали. Я обиделась. И мы все по домам разъехались. Вот. А я сейчас поехала на съемочки. Будем краситься. Мы закончили съемки экстремальных условий. Моя девушка. Лучшие ресмейкеры якутские. Не очень. Мы с ней много работали военный бренд. И сейчас с девочками поехали в сауну. Тоже покажу. Все с собой уже взяла. Мы с девочками арендовали сауну. Посмотрите. Это новая сауна. Только месяц назад открылись. Все очень чистенько. Красивенько. И переходим к следующей зоне. Тут парилка. Парилка очень чистая. Посмотрите. Так. Тут туалет. И самый смак этого. Смотрите. Кайф, да? Водичка очень теплая. Закончили краситься. Смотрите, какой лайфхак мы придумали. У меня тут выскочил прыщ. И мы сделали это как родинка. Очень натурально смотрится. И сразу какая-то такая изюминка появляется. И приехала моя сестра. Тоже красивая. У нас съемки всем составом для Вундерстор. Снимаем новую коллекцию. И сегодня у нас в модельках все плюс сайз Инда. Моя мамочка. Мама! Смотри-ка. Красиво. И Дианушка. И Жульяна Минда. Смотри-ка. Смотри-ка. Это я, кстати. Супающий Новый Год. Ура! Следующая съемка для бренда Сюрях. Это производство моей сестры. Это медицинские костюмы. Безумно удобные. Я бы даже домой купила, чтобы носить. И мой племянник. Немножко. Съемочный день закончился. И завтра снова на съемочке. Пока, в общем, новогодняя суета. Все съемки на съемке. Потому что январь это дни потребления, когда все отдыхают, все смотрят контент, все смотрят Инстаграм. Поэтому мы готовимся уже к январю. И вот поэтому мы работаем. Пока. Смотрите, куда я пришла. Кюняшки. Здесь сегодня день открытых дверей. Посмотрите, как красиво. Кто помнит, я была здесь на открытии. И тут уже почти все заканчивает. И сегодня мы будем снимать спа-процедуру, как в китайских тиктоках. И посмотрите, как у него здесь лориалевская продукция. Как знаете, у них был ребрендинг. И тут также будет в продаже Бетхит, Тиджи, Мараканойл. То есть все топовые средства вообще, которые есть. И посмотрите, вообще вот так лежа. Это же вообще так круто. Подсветка та. Скрытые двери мне нравятся. Круто. Вот так вот. И давайте проведу рум-тур. Вау! Это что? Это лазер, кажется. Жестко все круто сделали. Это косметологический гебнир. А, да? Какие процедуры будут? Чистые лица комбинированные. Отбеленькие. Ага. Массаж лица. Вау! И фарфоровая кукла. Фарфоровая что? Кукла. Лицо. Это отбеливание. 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 Комната. Вообще наркостырь. Ну все. Я здесь постоятельница буду. Про безлимитные карты Snow. Ага. Безлимитные карты. У нас здесь и болт и сильвер. То есть действует сегодня скидка. 75 тысяч это болт и 45 тысяч это сильвер. Сильвер действует 3 месяца, голд 6 месяцев. Что туда входит? Вообще в чем преимущество? Да. В том что будет минус от прайса. Человек например один раз вот решил монитор делать. По основному прайсу. А если вы покупаете абонемент там уже будет со скидкой с этого прайса. То есть два прайса будет? Да. Минус 15 процентов. И бесплатный лазер зона одна. Например ты выбираешь там 3 или 4 выбора. Курс бесплатный лазер на апелляции. Вот на одну зону. А так это идет скидка на... И эту карту же можно 2 человек купить, да? Скинуть и купить. Да. То есть вы можете с подругами купить и пользоваться этой карточкой. Мы думаем с Машенькой так сделать. Да. И сейчас я буду снимать для инстаграмма. Сходила на массаж. Посмотрите здесь какая комната есть. Давайте зайдем посмотрим что там. А это ванная такая. Джакузи наверное с лепестками рос. Но идея с гирляндами очень классная. В общем мы обычно ходим в Тайспа. Но там вечно мне такой шекс обойтой. Тай тоже мы ели как записались. Мне массаж сделал мужчина. Ну так. Соусу. Ну что я пришла капец подниматься. Чувствую. А вот мой номер. Это классно. Мне очень понравилось. Это выставка. Ура. Запалилась. Если честно. Подниматься. Четыре этажа. С моим багажом. Кучу всего взяла чтобы снять. Для вас всякие туториалы. Все для вас девочки мои. Я отдышалась. И готова вам показать рум-тур гостиницы Стер. Посмотрите как светлая комната. У меня номер 401. Я специально взяла с красивым туалетной комнатой. Чтобы снять для вас всякие видюшки. И посмотрите какой вид из окна. Прямо на центр. И минус 31 градус. Так туманно. Ну так классно. Сегодня выискиваюсь. Такие вот этнические тут картинки. Всякие по коридору. Они тоже размещены. И давайте посмотрим то почему я арендовала. Все в мраморе. С подсветкой. Самое главное. И сегодня тут будет очень много работы. Вообще я сняла этот номер. Чтобы немножко расслабиться. Отличиться от суеты. Кстати тут есть халаты. Номер стоил где-то вроде 7 тысяч. Да есть халат. Сейф. Подушечки. Помните я была на съемке. Личи. Релаем. И мне очень понравилась гостиница. И подумала почему бы не снять. А в Нараду. Мы обычно ездим в Нараду. Но в Нараду очень далеко. И там мы уже несколько раз были. Тут получается водичка, чай, кофе. Мне очень нравится. Какая страшная котина. Надо будет ее с ней. Когда буду засыпать. Все. Кайф. Так прикольно на самом деле снять отель. Немножко сменить. Расслабиться. Потому что у меня дома очень темно. И я хотела именно чтобы было светло, красиво. Все для красивого контента. В общем. И давайте начнем. Вот приду по челюсти. А нет. Тут как тут. Мои сестры. Плюс еще подруга едет. Короче. Песняк намечается. Аххахаха. ТохтевЕде. Да я не могла. Она не могла. Не могла. Я не могла перестать. Но я куда-то пригласила. Чтобы меня нет. А для кироги. У angle не могла. Какой ее нет? А ты. У друга 410. А кто у нас там? 410. Она в 401. С первым был Лену, да, Энди для насто. С своим названным сестрам Энди для насто. С предстоящим Новым годом. И желаю, чтобы в следующем году мы также поддерживали связь. Да, мы также поддерживали связь. Дианаста, надо! Чтобы все наши планы, мечты реализовались. Осуществлялись,ди. Боя бут. Боя бут, а? Так что Гучи. Приняком с Испанией. Айка. Документы имбардавар, оригинал. И тут три блокнота. И на кухол? Я сама предвижу цвета. Короче, тут есть три блокнота. Как раз для Дарины красный девитель. В Жулиане зеленый девитель. У Жулианы же цвет богатства по фельдшую. И по ходу Диана в Ассарбаде. У меня ассоциации с ней были только спокойствием. У Курдук. И вот, короче, у нее голубой. На, чё, иди, Маша, спасибо. А если чё, иди? Записывать желание. Вообще, я раньше все записывала только по телефону, где? Но, оказывается, когда именно вот от руки пишешь, больше хадарит его аркирер Курдук. Кидаешь груем барбать, яга, да? На самом деле, кто-то может осуждать и не верить, да, вот то, что все эти желания, то, что пишутся, да. Конечно, это ваш выбор, да. Кто-то даже высмеивает это, да, например, как мой муж, он говорит, ой, господи, это не работает, нужно действовать. Да, я согласна с тем, что нужно действовать, так как между жопой и диваном доллар не пролетит, да, как говорится. Но если посмотреть на мои старые записки, на мои какие-то старые блокноты, ежедневно написано все, чего и я добилась. На самом деле, был там 2018 год, я писала, вот, я много путешествую, я побывала в Японии, в Нью-Йорке, Виталий к подружке ездил, и как это все до точности сбылось. Конечно, нужно также верить и действовать, потому что сколько ни пиши, это работать не будет. Поэтому, девочки, вот так вот. Моему душевному покою мне побежала сестра телефона умна-умна, короче, не докончила. Так, посмотрите, как много страниц я уже запомнила. Тут я написала свое имя, написала себе напоминание, благодарность за 2023 год, и что я учла, какие инсайты, и намерение 2024 год. Вообще, я хочу рассказать, как ты знаешь, как правильно писать желание? Я знаю, что надо действовать, а не все время писать. Нет, но надо же писать, гляньте, правила какие есть. Беркан, что ли? Я как будто, как будто это исполнилось, эта мечта. Да. Короче, надо писать в настоящее время, как будто это уже у вас есть. Когда вы пишете, я хочу, вы так и будете всю жизнь хотеть, а нужно писать, как будто у вас уже есть, да, например. И обязательно сначала нужно писать благодарность. То есть вы сначала благодарите, а потом уже просите что-то. Поэтому в настоящее время... И надо вот энергию почувствовать, как будто ты сидишь, и какие у тебя чувства. На самом деле, вот когда я пишу, тохтуна... Ай, у вас же что? Тох, я же вот курс прохожу, марафон жила. Э, не марафон жила, а какой-то волшебный марафон, день. И там говорят, типа, нужно сконцентрироваться, когда пишете желание. И мы так тоже, как поток. Как будто у вас портал, портал. Мы так арият, тиркурды. Как будто что-то идет. И надо еще свечку. Света же говорила, когда ты... Все вот эти торт, когда мы загадываем, торт, как камин, когда были байнасты, кордегаргеми, уот, танарага, барарбутыгар, церковь кэмэ, уот. Короче, уотман на углу нет. Да. Сама женщина огонь, 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 огоньский инь. Короче, да, пишем вот так. И то огонь обязательно нужно, а свечку какую-то зажечь. Или, например, эти, когда Тара карты даже делают, же свечки везде едут, для украшений всяких. Оказывается, нет, это портал сразу типа желания. Он нутер. Она сказала, сжигать свои желания, да, Евита, да? Нет, не сжигать. Просто свечка, он нутер, он типа этих портал, не сжигать. А, оно было такое, день солнечного состояния в Эджи Биттухбарде. Как это? Именно. Кутук. Кутен бокс. А, Кутен бокс. Очень, Эджи Биттбелахтаевы, и там камелек такой большой. И можжевельник, да? Можжевельник от Туга Баттара, короче. Сель. Сель, короче. И как называется вот эта березатая курочка? Короче. Куф. Туас, ага. Барат, ну, потом, и я положила очень много типа изобильная женщина. Альбахпайна, куппутом. Зажгла и брумм, короче, огонь. Я думала, нифига себе. Я хотела типа избавиться от старой энергии. Ой, от плохой энергии. Ну, верай, брумм, жоще. Чуть ожог не получила. Чуть ожог не получила, как будто я концентрация какой-то негативная энергия. Нет, нет, нифига себе не она вот эта. И оказывается, по правилам, камелек кипкаратку горевики, чтоб сутали. Короче, вот такие вот ошибки. Ага. Это моя старшая сестра для тех, кто не знает. Под конец представила. Смотрите, сегодня у нас какое число? 27 декабря. Минус 40 или минус 30 градусов. Хочу снять для себя это на память. Она не сказала, где-нибудь буду жить. Пересматривается и видео. Думаю, чё, как холодно было. Мы поехали Маше составлять луки. Ставили луки. И у Маши в магазине Виндсторса Хайэкспо на 4-м этаже. Она для всех клиентов предлагает колу, водичку и такой вот столик. Всё для удобства клиентов. Что, мои пупсики? Наконец-то настало время, когда я буду показывать свою уходовую косметику. Чем я убываю, свои этапы. И посмотрите за кадром, как это всё выглядит. Я не думала, что у меня так много всего. И это, на самом деле, малая часть, чем я пользуюсь. Я люблю пробовать что-то новое. Потому что я, как будто, ещё до конца не вычислила свой любимый продукт. Но есть, да, какие-то. Но сегодня я хочу показать немножко всё детально. Давайте начнём. Ну что, мы начинаем. Давайте я сначала расскажу своей коже. У меня нормальный тип кожи. То есть, да, не жирная, не сухая. Вот. Ну, конечно, перед ПВС, там, да, немножко обсыпает. Но давайте я покажу свой шканевный ход, чем я умываюсь. И первым делом я макияж всегда-всегда смываю гидрофильным маслом. В течение дня, ну, перед макияжем я всегда 365 дней в году использую SPF. И SPF сможет смыть только гидрофильное масло. Я использую сейчас от Маньо. Но она мне меньше нравится, чем, например, очень понравилась от фирмы All Clean Balm. Она продаётся везде. Хорошая фирма, но от Маньонока это очень сильно жирная. Вот. И не забываем то, что гидрофильное масло обязательно нужно смывать какой-нибудь пенкой. И давайте сначала покажу, как я буду сейчас смывать. Мы смыли макияж. Так выглядит моя кожа с неровностями, с прыщечками. Ну, как есть, да. И бывает такое то, что у меня, я хожу при сжесе перед съёмками, да. И у меня тут на глазах бывает очень много теней, каяло. И, конечно, гидрофильным маслом не хочется заходить, потому что всё-таки это масло. У меня нарушили ресницы. Это всё-таки вред. И поэтому я использую мицеллярную воду от Пульси. Очень удобная помпочка. Ватный диски прохожусь, но у меня сейчас макияжа тут особо не было. Поэтому гидрофильным маслом чуть-чуть пришлось. Вот, наверное, так я использую, чтобы смыть макияж своих глаз с той же Пульси. И я хочу показать топ-3 своих умывалочек. Это новая от Comfort Zone. Он взимает под себя то, что это больше как крем. То есть такое молочко, да. Вот у него довольно-таки хорошая текстура. Но он мне... Как-то я ещё с ним не подружилась. Но хорошо, что у меня нет никакой реакции. То есть очень хорошо вымывает макияж на самом деле. Можно не пользоваться гидрофильным маслом. Но так как у меня очень в течение дня плотная, так скажем, плотная тональная основа, поэтому я вымываю обязательно гидрофильным маслом. Но если вы используете какие-то Би-Би, там, да, или вообще мало в течение дня красить, то Comfort Zone для вас отлично подойдёт. Но моя самая, наверное, любимая умывалка – это от Allies of Skin. Она у меня закончилась, совсем чуть-чуть осталась. Просто потрясающе. Если видите где-то, то сразу берите две штучки и мне возьмите, я у вас куплю. Раз в неделю я обязательно, просто обязательно пользуюсь от Babore. Это у нас энзимная пудра для умывания. После него кожа действительно дышит. И знаете, когда у меня бывают очень плотные макияжи, вечерние макияжи, я обязательно смываю только этим. Это такая пудра на самом деле, да? Как можно немножко водички. Он превращается в такую гель, не гелеобразную, а, ну, вот, видите, да? То есть, он превращается в такую пенящую, как пенка, вот, как пеночка. И очень классно вымывает кожу. Вот, посмотрите. Где-то говорили, что этим средством нельзя перебарщивать. То есть, на каждый день он не подходит. Вот, поэтому, к сожалению, я пользуюсь только два раза в неделю. Но, если было бы можно, я пользуюсь каждый день. И сегодня я буду использовать от Comfort Zone. После цветов бумажных, от разовых, я обычно вытираю только им. Но, пусть есть вот такое вот полотенце, я имею в виду, оно чистое. От того, какое у меня состояние, как чувствует себя моя кожа. Давайте все разберем по порядку. Что я наношу, когда моя кожа вся такая ужасная, вся такая уставшая, мелкие прыжечки, да? Либо высыпания какие-то. Конечно же, это La Roche-Fosay Eheclar-Dum. Вот так вот же покажу. Eheclar-Dum. Это такое средство, которое содержит в себе бензил... Бензилоид. Если я не ошибаюсь, но это какое-то суперсильное средство. Поэтому его вообще, говорят, нужно наносить точечно, да, на какие-то вот участки. То есть вот так нанесли, действительно помогаю. То есть я уже покупаю в третий раз, поэтому я действительно могу советовать. У кого такие, знаете, мелкие прыщечки, не на яичке, а вот именно такие мелкие высыпания, то я, да, рекомендую его. Либо такое средство есть, это, получается, Oil Control Pass. Это у кого очень сильно жирная кожа. Я обычно пользуюсь в летнее время, в летний период. Но когда тоже прыщи беспокоят, я использую от Skin от Obadja. Может, кто знает, такие фады. Они как будто очень сильно сушат кожу. За счет этого гораздо меньше. Но они очень сильно сушат кожу. За счет этого происходит, да, вот это все. Опять-таки, но когда прям пипец остается, то я совмещаю эти два препарата. Вот. Ну, если все хорошо, все отлично. Так, если все хорошо, отлично. Так, вы видите. А, еще я купила, кто помнит, я написала в сторис, что купила космомедика by доктор Кандрошова. Надеюсь, что мой лицо похудеет. Ну, пока черта я не наблюдаю ничего. Это такой крем, он себе содержит кофеин и какие-то что-то там еще. Какие-то липолические комплексы. Уменьшает объем жировой плечатки на лице и в области подбородка. Ну, в общем, он, сколько ни мажу, второй подбородок не исчезает. Мне кажется, просто нужно перестать есть. Но меня провлекло вот эти массажные устройства. То есть я наношу его на подбородок, да, например. И вот так в течение минуты-двух просто вот так простираю. Блин, на самом деле, сколько баночек не покупаем для похудения, поможет только, ну, просто реально закрыть рот и меньше есть. Ну, я, конечно, знала об этом всегда, но просто, ну, можно бы какое-то чудо-средство и купила. Но мне очень нравится, как пахнет. Очень хороший запах за это лайк. Вал, ну, я также купила у Контрашовой утреннюю маску. Очень хорошо снимает отеки с утра именно, да. Например, если какие-то ранние съемки, у меня лицо все отекшее. Я ношу эту маску на 15-20 минут перед макияжем. И действительно отеку становится меньше. Я не думаю, что так бывает. И это для всех типов кожи. Отомизирует кожу, устраняет отеки и укрепляет сосуды. Мне кажется, если покупать что-то хорошего, то вот это средство будет классным. Вот, но сегодня я хочу нанести... А, я же, кстати, тарелки забыла. У меня, кстати, тоники есть, но я пользуюсь только от Истилан. Там еще какой-то есть от Манию есть для проблемной кожи. Но, знаете, я тоников вообще... Вообще, каким бы тоником я не пользуюсь, супер-дорогим, супер-эффективным я вообще не вижу никакой разницы, ни результата. Вот, поэтому я иногда пропускаю это тонизирование и сразу перехожу к каким-то сывороткам, каким-то этим... Я забыла, я же покупала Антон Тач Майскин сыворотки с азиоидом и кислотой, еще витамин С покупала. Их тоже использую. Я сейчас их использую, но я почему-то сейчас не взяла. Такой мист для лица. А, знаете, это что-то похожее от сыворотки Д-Альба. Вообще, вот эти все мисты, они очень похожи. И я просто нанесу его в качестве увлажнения. Его также можно наносить, ну, в течение дня, если вы чувствуете, что кожа стянутая. Для тех, кто сидит в офисе, она с батареей будет в самый раз. Я его купила в Корее, он все поближется, наверное. Очень хорошо увлажняет, конечно. А, я забыла еще показать. Так, Доктор Джар, я купила такую, тоже для таких пейл, они очень вкусно пахнут. Они именно идут для сужения пор. У меня, как видите, иногда вот поры очень такие открытые, и я использую это средство. Действительно, следующий день пор становится, ну, они становятся уже. Поэтому, если вы видите, берите, у меня поры вообще не надо будет. Просто жесть забивается, поэтому это средство будет супер-пупер. Гидропептид называется. Это ночная маска, но идет, знаете, она такая, больше как крем для лица жирный. Очень понравилась, и я не думаю, что она настолько будет классной. Так, вот так просто наношу. Достаточно жирную, достаточно много наношу. Видите, да? И просто оставляю на ночь, на следующий день. Кожа очень напитанная, просто суперская. Такая, знаете, мягкая-мягкая. Вот. Вот именно шоу. Блин, я зубы забыла почистить. Ну, ладно. Еще все. На этом я все показала. И зубы буду чистить. Вот эти свои штучки, где она? Это зубная паста, да, дорогие. Но она в таблеточках идет. Зубная паста, комплексное отбеливание. Очень хорошо отбеливает. Мне понравилось. Просто беру одну таблеточку. Разжевываю. Смачиваю дубную шутку и прохожу. У нас остались вопросы. Обязательно пишите, задавайте, я отвечу. Ну и всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Всем доброе утро. Я не спала до пяти часов утра. Пипец. В общем, я не могла уснуть, потому что кровать жесткая. Так, ну что, я собираюсь на работу. Ой, точнее, на корпоратив. Корпоратива, как работа ложит. Смотрите, я хочу сделать сейчас укладку, но у меня грязные прямые волосы. Но у меня из подручных средств только-только, да? Это такой мини-тревел формат спрея. Я купила в оффлайне. Укладку хочу сделать на обычную пойку, потому что, ну, Дайсин, я пользуюсь только, когда у меня чистые волосы. Вот, поэтому я возьму пойку. Хочу вам показать свои бегудышки. Пусть я с бегудышками не парюсь. Я забыла эти зажимы. Дайсин взяла, в надежде, что, по-моему, волосы, но я спала до 10. Вот, и тут шампунь вот такой. Вот, после этого появляются жуткие аллергии, вот, на всякие миниатюрки. Вот, поэтому я не особо люблю отельные шампуни какие-то. Вот, я возьму насадку, и насадку я не взяла. Ладно, возьму эту насадку. Обычно я беру насадку, которая расческа, и сразу начинаю оставить ее. Но ничего страшного, если есть основная насадка и такая вот скелетная расщеточка. Сейчас у меня довольно-таки очень короткая длина, и слишком накрученные локоны, они не очень красиво смотрятся. Плюс у меня срез сейчас прямой, не каскад больше, я что-то у меня надоело на каскад, поэтому я как бы перешла на прямой срез. Вот, и поэтому я локоны слишком сильно не люблю. На прямые волосы смотрится, это очень красиво. Если на брашках, то прям конфетка-конфетка получается. Так, я ставлю температуру 200 градусов. Ничего не буду наносить на длину. Мне это не нужно. Вот, и что? Приехали в Вердель с чайком. Посмотрите, как тут красиво. Нужно приезжать сюда вечером, когда чуть-чуть темнеет, вид на город есть. Вот, а так в ресторане много людей. Ну, в кафешке. Ну, вот так ходим. Митой красавицы пришли в театр. Как мы сегодня выглядим. Ну, ладно, мы смотрим, да, тоже в деревне есть. Что мы ходим с мамой. У нас как традиция, если я в городе Сонда. Вот, вот. Вот так вот украсили. Что-то прохладненько. Какая мозаика тут красивая. Вот, дом дружбы народа выглядит таким образом. Вот, короче, в конце, не знаю, скорее всего, эстрады будут выступать. Я не смотрела афишу даже. Мама, грбута. Вот, смотрите, тут что-то пока надумано так. Продолжение следует. Помог tells you. Субтитры сделал DimaTorzok